Слава Украине! Не могу сказать, что это приятно, но таков наш принцип. А я тоже готов продаться недорого. Оценили всю выгодность этой сделки? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, эту программу мы писали, сидя в ватных штанах, телогрейке и под тремя одеялами. Ещё и то и дело теряли сознание от голода. Сокол ты мой, а у бабули-то ягули кренделёчки сахарные. Стуча зубами в кромешной темноте мы написали на ристочке фразу «Байден, введи лампочку». Эх, дорогой почтовый голубь, лети скорее в Америку и принеси оттуда хотя бы ту самую лампочку. А ещё хорошее лекарство для новоросов. Хотя вот такая шиза вряд ли таблетками лечится. В этой стране уже сейчас голодомор, холодомор и энергетическая нищета, когда люди не могут себе позволить элементарно лампочку зажечь или обогреться. Святые карасики, шо там? Тоже пойди у дедушки Мороза лампочку под ёлочку попросили? И здесь можно было бы начать что-то доказывать, но нет. Ведь единственный, кто должен напрягаться вот от такого творчества. Люди не могут себе позволить элементарно лампочку зажечь. Это нарколог этих славных пацанов. В ДНР и ЛНР это вообще по ходу профессия на все деньги мира. Там вон только на канале Луганск-24 можно озолотиться. В воздухе распыляли спермициды, то есть вещества, которые вызывают мужское бесплодие, чтобы и физически уничтожить нас. Извините, господин политолог, у нас тут холодомор. Сосульки в ушах, поэтому извольте уточнить. Мы всё верно поняли, что коварные американцы разбрасывали с самолётов спермициды. В воздухе распыляли спермициды. Тут, признаться, мы даже засмеялись. Ну, согласитесь, это посмешнее, чем гей-бомба, которую Стелс забросил прямо в форточку некоему Виталию с позывным «коммунист». Самым убойным боеприпасом обещала стать так называемая гей-бомба. С самой Америки. И тут без шуток, это реально взрослые люди по телевизору говорят. А старинопасечник, вон даже аэропорт решил отгрохать. Ну, чтоб, видать, антиспермицидную авиацию развивать. Глава ЛНР заявил о необходимости восстановить разрушенный в 2014 году Луганский аэропорт. Шутки шутками, но смотрится всё это циничнее некуда. То есть трамвайные рельсы сдали на металл. Зато аэропорт языком построят. Только вот что оттуда летать будет смешные. Всё тот же Крысенко после трёх растишек. В воздухе распыляли спермициды. Илюстрация того, как они относятся к нам. С другой стороны, вы просто вдумаетесь, какую космическую отмазку дарит всем мужикам господин политолог. Приходишь на свиданку, но желания на шпиле-виле особо и нет, но перед подругой же неудобно. Поэтому можно и прямо сказать, извини, дорогая, я пока троллейбус ждал спермицидами, какие-то гады обстреляли. Инфа-сотка. А вот кому никакие спермициды уже давно не страшны, так это постоянным обитателям палаты для буйных. Есть только одно место, где вы можете скрыться от нашего правосудия. Это ад. И торопитесь туда. Там, как всегда, своя атмосфера. Сейчас вот дефлоратор всех столов и тумбочек укров нереально затролли. Да, и для укропов, смотрите. Сзади карта у меня. Крым наш. Ну всё, хавайся, раздевайся, рыдаем тут всей страной. Правда, от смеха. Чудак тормозной жидкости походу тяпнул и мега-шутейка всего так годиков на восемь запоздала. Повторяю укропы. Нам известно всё. Лучше б ты, дядя, как раньше, столы теребонькал и Украине опасно грозил. Ведь сейчас эта тяжкая ноша легла на не хрупкие, но женские плечи. Так, где там тётя Майя? Шо там, родимая? Когда уже трибунал по хохлам случится? С Украиной так всё понятно. Её ждут шасси, массовое бегство, и, может быть, кто-то успеет спастись. Причём, чтобы все понимали уровень, судить новоросы собираются не только украинцев, но и наблюдатели ОБСЕ. В этим видео я обращаюсь к ОБСЕ. Не придётся ли вам спасаться, точно так же в каких-нибудь Аргентинах, от будущего суда? Не придётся ли вам, вам, подельникам украинского терроризма, вот так вот рядом на осинах висеть? А если бы баба Майя ещё грамм двести тяпнула, да под горловскую колбаску, добро на которую якобы дал лично Путин? Владимир Путин дал добро. Колбаса ДНР выходит на рынки России. То и до суда над Обамой с Байденом дело бы дошло. Но, как говорится, на Большом канале клювом не щёлкай. Вот и на милом нашему сердцу Юнионе случилась коварная кража градусной гуманитарочки. Просто беспредел. И лично мы в этом преступлении века очень подозреваем нашу старую знакомую Марину из Юниона. Просто девчуля на этой неделе поплавила сильнее, чем обычно. Фольте. Ярик, быстро перекатывай, перекатывай, быстрее, быстрее, быстрее. Здесь вообще ничего не смущает? Его выносить, конечно, будет оттуда сложно. Да, ногами вперёд. В СБУ, кстати, Мариной остались очень недовольны. Девку ещё в 226-й аудитории филфака в своё время завербовали. Но есть небольшая проблема. Она, как накатит, сразу бдительность теряет. И чуть ли не батька наш Бандера в микрофон у себя орёт. Украина, имея государственный долг, более 56 миллионов долларов, обзавелась ещё одним долгом. Это, кстати, весьма характерный пример был. Но не могла бандеровская душа Марины в плане госдолга слово «миллиард» выговорить. Поэтому с глазами в 50 копеек госдолг Украины эта украдиверсантка оценила в одного Тейшейру, Васю Кобина и три бокала пива. Государственный долг – более 56 миллионов долларов. Кстати, раз мы уже бывших футболистов-шахтёров вспомнили, нельзя не отметить, что без биндер с футболом в республиках стало только лучше? Вот заголовок хотя бы почитайте. Команда из ДНР поддержала славные футбольные традиции Донбасса. Славные футбольные традиции, ёпта! Ну давайте уже, рассказывайте, кого там обыграли? Барселону? Реал? Может, хоть смешной ФК Ростов? В футбольном турнире участвуют четыре сильнейших абхазских команды, чемпион ДНР и ЛНР, Краснодонская Динамо. Четыре команды из Абхазии и Динамо из Краснодона. Это самотроллинг космического уровня. Скажите честно, хоть газмяса не было? Газмяс! 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 Мы мясо! Мы газ! Ну чтобы уровень славных традиций полностью понимать, Но мы отвлеклись. Самое время снова к каналу Юнион вернуться. Ведь уже знакомая вам Марина, которая только вот говорила, что никаких фейков у них давно нет. Так относишься к антизомби, смотришь ли... И перестала их смотреть, потому что без фактов, без доказательств и так далее. Просто потому что их нет. Принялась всеми силами подставляться. Но это тактика такая у агентов СБУ. Всеми доступными способами русский мир дураками выставляет. И в этом плане Марина незаменимый сотрудник. Давай, детка, что там? Ужас у хохлов, да? Суд Китаю проиграли? 3,5 миллиарда долларов Киев, согласно решению международного суда, обязан выплатить пекинскому инвестору. Каждый может потратить 10 секунд в гугле и узнать, что суда еще даже не было. Китай действительно готовит иск по истории смотр СИЧ, но такие дела тянутся годами. А что решит суд, не ясно от слова совсем. Как показывает практика подобных исков, итоговое решение может появиться не скоро, через 2-3 года. Но говорить правду это же для лохов. Надо накинуть, ну а дальше кто там уже будет разбираться? И они накидывают старательно, но очень неумело. Новый украинский режим уничтожит страну в ближайшие 10 лет. Апеллирует политик данными ООН. Организации подсчитано, что около 30% украинцев умирают в возрасте до 65 лет. Почему неумело, спросите вы? Ведь действительно такие цифры есть. А ответ же, на поверхности они же-то подают под соусом умирающей Украины, где после Майдана все страшно и плохо. Тем, кто только на прошлой неделе праздновал так называемую революцию достоинства, ну по факту госпереворот на Украине. Так вот, им стоит задуматься. Но мы вам сейчас еще кое-какие цифры покажем. Ведь есть страна, где ситуация со смертностью до 65 лет куда хуже. 43% мужчин в РФ умирают в возрасте до 65 лет. 43% мужчин в России не доживают до 65 лет. Че там, Марина? В твоей логике получается, что это Путин до такого страну довел? Или вы думали, что никто цифры проверять не станет? Как никто не станет проверять и статистику по ковиду, где Россия якобы в плане борьбы с пандемией впереди планеты всей? Успехи России в борьбе с ковид не заметил уже разве что ленивый или глупый, завистливый. Ну да, всех переиграли. Правда, есть вот такой вот график по смертности, который почему-то только вверх растет. Но говорить об этом нельзя. Все хорошо в святой Россиюшке. А вот где плохо с ковидом, так это в подконтрольной Украине части Донецкой области. Украина по-прежнему официально остается в списке самых опасных стран из-за эпидемии. Причем именно территория Донбасса, временно подконтрольная Киеву, страдает больше других территорий. Вы же не забыли, как на том же юнионе обещали, что вакцинации в Мариуполе в этом году вообще не будет? В Мариуполе, конечно, с пандемией нехорошо. Скоро у нас будет вакцина. Нам Россия поможет. В Мариуполе, даже если человек очень сильно захочет, то он ничего не сможет сделать. Американская вакцина, которая уже привела к ряду смертей, в Мариуполь не поступит. Но год подходит к концу. И счет на табло. Подконтрольные части Донецкой области уже сделали более миллиона прививок. Текущая статистика по вакцинации в Донецкой области. А кое-кто к лету сделал аж 46 тысяч уколов. У нас провакцинировано порядка 46 тысяч человек. Россия же явно ЛНР и ДНР поровну своего шмурдяка выделяла. А теперь ребяткам передали еще 290 тысяч доз. 290 тысяч доз спутника Лайт уже распределены по прививочным пунктам. В ДНР ситуация с ковид пока остается стабильной. Но переживают они почему-то за подконтрольную часть, где прививок сделано в три раза больше. Где логика? Логику найти не пытайтесь. Ее здесь нет. Все под контролем, говорят на Юнионе. И сразу вспоминаются трупы в зеленых пакетах и палатки для хранения тел. И ты всегда думаешь, ну как у них при таких раскладах язык вообще поворачивается. Но это русский мир, детка. Тут не нужно стесняться. И даже если у тебя горит дом, а вокруг горы мусора, они будут кричать, смотрите, а вот в Украине... Собственно, это одна из причин, почему десятки тысяч людей, даже не проукраинских, ежемесячно бегут из оккупированной части Донбасса. Ведь страшилками сыт не будешь, а Донецк и Луганск, к большому сожалению, с каждым годом все ближе к Средневековью. Субтитры создавал DimaTorzok